Футбольный клуб «Луч Энергия» 8 марта, возможно, и не осчастливил чем-то милых дам, но определенно порадовал своих болельщиков. Команда все-таки продолжила выступление во второй части чемпионата, хотя еще буквально за пару дней до матча с красноярским «Енисеем» приморский клуб висел на волоске от фатального исхода. Мы знаем, что вся школа практически парализована. Жить нам негде в Логово-Востоке. Поле не готовят к игре с «Динамо». Не включили подогрев, так как нет финансирования. Жить нам негде, потому что большие заложишься на острове русском. И по питанию, наверное, скорее всего, тоже нет, если жить негде. В течение последних двух недель обстановка в стане желто-синих накалилась до такого состояния, что клубу стали преждевременно приписывать финансовый крах. Игроки друг за другом уже без особых стеснений буквально трубили о том, что если злосчастные долги по зарплате не выплатят, на поле они не выйдут. К ситуации подключился кто только можно. Президент ФНЛ Игорь Ефремов, вице-губернатор Приморья Павел Серебряков и даже болельщики «Енисея» не остались в стороне. Мы, болельщики из Красноярска, знаем о вашей непростой ситуации, знаем о вашей сложности. Но, несмотря на это все, мы с нетерпением ждем вашу команду 8 марта в Красноярске на календарном матче с нашей командой «Енисея». Мы вас очень поддерживаем и очень ждем. Но моральную поддержку в карман не положишь. Большая часть команды разъехалась по домам и выходить на встречу с «Енисеем» не собиралась. Чудо произошло за считанные часы до матча. Игрокам закрыли все долги за 2016 год. Этого хватило для настроя, и желто-синие в попыхах полетели в Красноярск. Игрокам поступили денежные средства за ноябрь и декабрь 2016 года. Теперь бойкотировать матч с «Енисеем» мы не будем. Наша подготовка оставляет желать лучшего, но от своего лица обещаю, что мы будем биться. Большое спасибо профсоюзу футболистов в лице Романа Широкова и Александра Зотова, которые очень нам помогли. Что касается долгожданного матча, то он прошел на равных, причем во всех смыслах. Игра закончилась при счете 0-0. Моменты создавали и те, и другие. У «Енисея» их больше, а у «Луча» они были опаснее. По большей части за ничейный результат нужно отдать должное голкиперу «Тигров» Илье Гаврилову, который отразил несколько мощных ударов от красноярцев и стал буквально героем встречи. Нулевой счет, к слову, наша команда приняла за победу. После того, что, скажем так, происходит с нашей командой, естественно, они совершили сегодня подвиг. За что я им благодарен. Я их поздравляю с победой. И поздравляю наших болельщиков. Ой, с победой, извиняюсь. Это уже для нас как победа ничья сегодня. И поздравляю наших болельщиков тоже. Команда не сыграла в то, что мы хотели сыграть. В том, наверное, и на «Луча», который очень хорошо оборонялся всей командой. Перед этим матчем «Луч» в связи с бойкотом не тренировался 9 дней. Как отметил Емельянов, именно по этой причине не удалось забить. Но зато, к сожалению, удалось получить несколько травм. Да и к тому же команда на поле, по мнению наставника, была растеряна. Естественно, чтобы в глаза бросалась полная раскоординированность. Работа с мячом, естественно, уже другая. Командные взаимодействия другие. Ну и, естественно, физическое состояние оставляет желать лучшего. То, что мы наработали на сборе, в каком они были состоянии, в каком они сейчас находятся, как бы это все надо практически уже заново набирать. Следующий матч со столичным «Динамо» приморцы должны были провести во Владивостоке. Но из-за неготовности стадиона встреча пройдет в Химках уже 12 марта. Останется ли луч на своей девятой строчке, поднимется выше или упадет на дно турнирной таблицы, как в прошлом сезоне, узнаем уже совсем скоро. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.